Люблю. Просто обожаю те вещи, которые не лежат месяцами и годами в шкафу, а которые носятся ежедневно. Вот к таким вещам относятся носки. Как только наступает холода, сейчас чуть-чуть похолодало уже, в квартире прохладно, поэтому носки надеваю и ношу ежедневно. Эта вещь изумительная. Вяжу я их сама. Из чего? Из ниток. Распускаю старые свитера, старые кофты. Вот, кстати, те, которые годами лежали и которые практически не носились. Распустила и навязала носки. На меня такая безрукавочка. Это вторая вещь, которая просто, мне кажется, незаменима. Особенно для такого возраста, как я. И многие меня, женщины, поймут. Молодежь, конечно, не смотрит, а вы меня поймете. Вот эта безрукавочка. Она тоже из старой кофты, которую я носила довольно-довольно много. И из рукавов я сделала ветры. Незаменимая тоже вещь, когда холодно в квартире. Вот и безрукавка. Вот она не снимается. Она и под пальто, и под куртку, и в квартире, и на улице. Ну, мне это очень-очень нравится. Поэтому я нашла еще одну кофту. В принципе, заставила беда меня к ней вернуться. Кофта очень хорошая, очень красивая. Если вы посмотрите мои старые видео, то вы поймете и скажете, ой, что же это делать. Она тоже старая. Она просто выношенная. Она настолько добротная здесь пряжа. И настолько она вот кто-то от души, да, ее делал. Это не я вязала, нет. Это не я вязала. Это мне подарили. Вот от души. Это подарок, наверное, от души. Поэтому настолько летом у меня он служил. Ни зацепочки, ни дырочки, ничего нет. Махер. Может быть, здесь еще какая-то нитка есть. Но махеровая точно есть. Очень теплая, очень хорошая. Но что я вам уже сказала? Я бросила стиральную машину. До этого я так и не делала, конечно. А тут что-то так и так. Деликатная стирка. Телек-мэрэ. В общем, она села. Видите? Рукава. По рукавам видно. Понятно, как оно все взбитое. Такое просто как валеночек. Добротненькое. Но с рукавов. Я пока еще не придумала, что я сделаю. Но придумаю, короче говоря. Выбрасывать же их. Это однозначно не буду. Гетры уже точно можно сделать. А вот безрукавка, которая получится, уже практически получилась из кофты, она будет изумительная. И я ее, конечно, буду носить. Я думаю, долго и нудно. Вот сколько буду жить, столько буду носить. Так вот. Ее нужно, конечно, немножко растянуть. Перевести в порядок. Как бы оживить. Для этого. А для этого я беру. Ну, можно все взять, что есть. Значит, таз. Беру воду. Обычная вода из-под крана. Марлечку беру. Марлечку складываю вдвое. Вдвое. И водичка такая. Главное, чтобы чистая была. Вот. И буквально. Вот тут точно. Пару капель. Это у меня шампунь. Есть жидкое мыло или есть специальные какие-то растворы. Пожалуйста. Можно взять кондиционер. Я обычно беру кондиционер не для белья, а для волос. Подбираю по запаху. Потому что для волос я не использую кондиционер, а вот для стирки, для того, чтобы привести вот эти сбитые вещи в порядок, то я пользуюсь кондиционером. В данном случае я не буду пользоваться кондиционером, а возьму нашатырный спин. Тоже буквально такая, как бы, неполная чайная ложечка на литр воды. Даже еще меньше. Я даже чуть-чуть доливаю. Зачем нашатырный спирт? Я вам скажу. Он тоже очень хорошо смягчает пряжу, шерсть. Раскушивает. Потом, если есть какой-то запах, такой, знаете, вот когда вещь долго лежит в шкафу, и тот шкаф никогда не проветривался, и никогда эти вещи тоже не проветривались, то получается затклый запах вещей. В принципе, при помощи нашатырного спирта можно избавиться от любого запаха неприятного. А вот мало того, что можно избавиться от любого неприятного запаха, но можно еще, как бы, допустим, завелись, многие там, море завелась или еще что-то, и вы не знаете, там есть какая-то личинка или нету, то, в принципе, да, теперь что нужно, утюг обязательно. Вот, утюг у меня нету этого, чтобы там как-то отпаривали, да, у меня обычный утюг. Поэтому я нагреваю утюг, петель, вот так, чтобы он был горяченький, марлечку сложила вдвое, значит, марлечку хорошенечко я увлажнила в этом растворе, так выжала, и теперь буду отпаривать, то есть не глажу, а просто отпариваю эту кофту, я ее складываю, можно вам сейчас покажу, даже, видите, как бы, так пополам, а потом еще раз пополам. Ну, нужно отпарить, но нужно ее не гладить, а отпарить. Когда я ее отпарю, я ее растяну, вот она будет растягиваться, потому что нашатырный спирт, действительно, он очень хорошо смягчает шельсеную ниточку. Вообще, я же еду в баночки на шеста шатыря, да, а тут тоже самое, натуральная нитка, она становится, раскушивается хорошо, и смягчается. И, естественно, постоянно эту маклечку увлажняем, вот так вот выдавливаем эту леченую воду. Ну, не так, чтобы она была, конечно, сухая, а была хорошо влажная. И вот сейчас я хорошенечко, хорошенечко все вот это пропарю. и, конечно, это сделаю еще примерочку, это не за секунду, нужно немножко потрудиться. Потом, когда она хорошо отпарилась, надо хорошенечко вот так вот берешь и растягиваешь. ну, я беру и растягиваю и по ширине вот каждую полочку и по длине. Она уже вот распушивается, просто оживает, это полотно, оно оживает. И пусть я буду носить эту вещь только в квартире, но мне будет очень-очень приятно. Все, пошел пух, видите, какая красота, какая красота. Ну, как кофта, она себя уже износила. Я столько лет ее ношу, столько лет ее ношу, и кофта не так изнашивается. Вот она, ну, ежедневно ты не будешь в ней ходить. А вот без рукавки, ну, как утром встала, халат сняла, да, и все, и уже хожу. Сейчас похолодало, ой, как хорошо, слушайте, посмотрите. Вы видите? Ну, вы видите, конечно. Везумительно. Мягкая, ну, нормально, вот. Так что у нас нашатырек тоже можно. Ну, я, тоже можно, я вообще без нашатыря не представляю. Я все, я чищу нашатырек, стекла, окна, зеркала я мою. Только с нашатырем, никаких ни разводов, ничего абсолютно нет. Посуда, ну, в общем, я широко применяю. Я на нашатырь реагирую так, нормально, без всяких, так, ну, слушайте, ну, хорошо. Вот вам и еще одна из рукавочки. Что мне осталось? Здесь чуть-чуть вот привести в порядок. Вот те места, где росли рукава. Вот это рукава мы вообще, я так варенок. Видите, как варенок такой. Ну, ладно, мне жить. А я сейчас уже подумала, а может быть, и рукава сейчас отпарить, да, да, или надо отпаривать. А мы сейчас попробуем. Ну, действительно, может быть, я зря, зря угробила эту кофту. И все может быть. Ну, тут тоже такое. Ну, что ты, жадность, статчистская жадность срабатывает. Ну, Оля, успокойся. Да, видите, как тянется хорошо. Да, тянется хорошо. Ну, надо уже. Успокойся, все, будь без рукавочки, без рукавочки, я точно сношу. Здесь даже и с пуговицей, пуговички, можно что-то перешить, можно что-то дошить. Карманы, ну, это классная без рукавка. Ну, я вам так благодарна, я вам так благодарна, что вы заходите и смотрите. Ну, ну, что, нормально делать, не выбрасывайте ничего себе. Вещь старая, но хорошая, в мусорку еще не выбрасывайте. Смотрите, принадлежь. Спасибо. Всем желаю здоровья, отличного настроения и долгих лет счастливой жизни. Спасибо.